Это первый момент. То есть, вот они, представьте, подают жалобу на признание подписью действительным. И вот если все 100% комиссии признают действительными, то и все равно того количества, которое подписью есть, не хватает для прохождения. Зачем мне это делать? Я думаю, они сейчас поделят своими мыслями. И второй момент. Я сегодня просто смотрел в прямом эфире. У нас в Центральной избирательной комиссии заседание все проходят публично и есть в онлайне. И второй момент, который я заметил, это каждая пятая подпись, поданная на обжалование, не являлась недействительной. То есть, вот эта знаменитая Дарья Тимурович, которую они везде пиарят, она была признана Новосибирским избиркомом как действительная подпись. И они ее включают везде, как вот пример. А на самом деле, сегодня сказали, что каждая пятая подпись, то есть 20% подписей, которые они обжалуют, на самом деле признаны действительными. И вообще повода нет. Я прав? И это правда. То есть, Дарья Тимурович признана засчитанной в пользу РФР подпись. Еще в Новосибирске, если я не ошибаюсь. Еще там. Тогда зачем все сегодня это было? Логичный вопрос, да? И что вы делали? И ключевой вопрос, почему привлекли ФСБ к проверке подписок? Давайте начнем с того, что, во-первых, жалоба поступила в Новосибирскую избирательную комиссию. Это раз у нас есть определенная иерархия. Для того, чтобы не рассматривалось все сразу в суде, у нас есть параллельное, так скажем, рассмотрение жалоб по иерархии избирательных комиссий. УИК участковой избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии, избирательная комиссии субъекта и Центральной избирательной комиссии. Если вы сразу обращаетесь в суд, соответственно, мы на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не можем вмешиваться в судебное разбирательство, и для нас судебное решение является точкой отправной, для того, чтобы мы не принимали каких-то решений, потому что есть судебное решение. Мы на нем основываем свои выводы, и, соответственно, как суд решил, так и будет. Это раз. Два. Основополагающее сегодня, так скажем, не знаю, как это назвать, это был некий перформанс, жалоба, это было подано ради того, чтобы организовать некое шоу, как вы сегодня видели, кто наблюдал, может быть, в сети, в интернете, ну и, в принципе, заседания Центрисбиркома, они транслируются в прямом эфире в интернете. Наши дорогие друзья, как вам сегодня Алексей Навальный говорил, уважаемые мои дорогие родные члены Центрисбиркома, очень рад вас приветствовать. Вот так же я его сегодня приветствую. Дорогой мой Алексей, сегодня мы имеем возможность высказать задолжение не в рамках официального, и даже вот я сегодня в футболке, а не в пиджаке и в галстуке, могу сказать, что есть некие основы, на которые стоит опираться бы при подаче вообще жалоб в Центрисбирком, потому что, когда подаете жалобу в избирательную комиссию, вы должны обосновывать свои требования, как минимум основываясь на нормах действующего законодательства. Если же вы подаете свои жалобы и требования, предъявляете к Центрисбиркому, как органу политическому, вы сразу ошибаетесь. Во-первых, потому что Центрисбиркома – это орган не политический. Центрисбиркома обеспечивает избирательные права граждан, занимается консультативной методической поддержкой избирательных комиссий в субъектах, может оказывать какую-то помощь в организации, так скажем, консалтинга, да, никого, но никак не вмешивается в политическую ситуацию в том или ином субъекте, в том или ином регионе, не вмешивается в работу органов государственной и региональной власти. Мы только контролируем вне рамок федеральных компаний, заметьте, да, мы организовываем выборы только федеральных компаний, их две – Государственная Дума, Нижняя Парламента Российской Федерации и выборы президента Российской Федерации. Все остальное решается на уровне субъектов. Но в рамках рассмотрения жалоб мы имеем возможность влиять на решение субъектовых избирательных комиссий, как в данном случае Новосибирская избирательная комиссия, да. Единственное, так скажем, ну, недосмотр, и есть две точки зрения, да, с точки зрения юридической один вопрос, и с точки зрения принципов, так скажем, да, рекомендательный характер носит норму, есть такая венецианская комиссия, которая обязывает конституционные суды стран, которые, так скажем, прислушиваются к мнению этой венецианской комиссии, в том числе и наш конституционный суд. У нас есть такое негласное правило, и в принципе это принцип, но это правовой принцип, незаконный, но в законе это не закреплено. В течение года до выборов нельзя менять правила участия в выборах. Есть один нюанс. Позвольте, я вас окуну в некий такой океан наших нюансов. Есть избирательная комиссия субъекта, в данном случае Новосибирская избирательная комиссия, которая 29 мая публиковала постановление, в котором она в рамках регионального закона, который не противоречит федеральному закону, 67-го в основных гарантиях избирательных прав, где написано «подписи проверяются не менее 20% поданных, но верхняя граница не ограничена никак». То есть сама комиссия избирательная новосибирская устанавливает себе лимит, по которому она может проверять подписи. То есть нужно было избирательному объединению, этому РП Парнасу, к примеру, или коммунисты России, мы сегодня рассматривали, в том числе, предоставить было 10 653 или 659, ну вот в этом ключе, там плюс-минус, да я не буду, не аргументируйте моими данными, я не точен, предоставить подписи. Предоставили подписи все там свыше 11 тысяч. Не менее 20% выборки нужно проверить. То есть мы выбираем 20%, я имею в виду не мы, избирательный центральный, а комиссия, в моем лице комиссия любая. Выбираем, проверяем, определяем количество подписей, находим несоответствующими и забраковываем их. Ну реально несоответствующие. Графологическая экспертиза, там заключение экспертов, там иные данные, ФМС и прочее, прочее. Там много сложных данных, косвенных данных, прямых данных, конкретных данных. У нас в Центре избирательной даже есть рабочая группа с графологами, с экспертами, с базой ФМС, которые все проверяют постоянно, мониторят. У нас каждые полгода обновляется база. Каждые полгода, заметьте, они, как говорят наши коллеги из РПР, что у нас устаревшая с 2013 года база, да? Каждые полгода обновляется база. Мы сверяем данные, даже официально мы опубликовали данные по количеству избирателей в Российской Федерации. Это обновленная база ФМС, кстати. Каждые полгода, в июне. Мы выборку делаем. Но на что пошла избирательная комиссия Новосибирской области? Они пошли на тот шаг, который им вредит, с одной стороны, да? Но вредит условно. Они пошли на проверку всех 100% предоставленных подписей. То есть партия, предоставив даже 80% подписей, могла бы пройти 20% подписей токсичных, так скажем. Но, это условно, я цифру рисую, да, там по законодательству надо посмотреть просто, как в регионе. Они проверили все 100% подписей, соответственно, шансы увеличиваются. Правильно? Если мы выбираем, вот представьте себе просто картину, да? 100% и 10%. Мы выбираем, в 10% находятся те подписи, которые были токсичными. Оказывается, 90% все нормальные. В этих 10% мы усмотрели все, партия не регистрируется. Где плюс? Они усложнили себе работу. Они себе усложнили работу во благо партий новых. Ну, поняли, да? Они 100% подписей проверяли не только у Парнас. У всех. У всех. У всех 18 партий. Но, единственный минус, который я смотрю вот в СМИ, что 9 партий по стране, единственные забракованные, это в Новосибирской области. Но именно из-за этого, потому что они 100% подписей проверяли. Они проверяли все подписи, каждую, 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 каждую подписи с 11171, представленные у РПР, у коммунистов, у Родины, на которой замернули, да? И прочие, прочие, у патриотов, у РЕР, СР и всех-всех-всех-всех партий. Вы вот эти подписи партии Парнас в Новосибирске видели лично? Ну, сегодня заявлялось не раз, что каждый из присутствующих в зале Центра избиркома, кто присутствовал на заседании, а заседания всегда проводятся в открытом режиме. Не только в интернете, да, в видеотрансляции из центра избирка, цикррр.ру, слэш, там, вип.слэш и прочее, прочее. Все можно увидеть. Им предлагалось, товарищам из партии, ну, товарищам, наверное, коммунистам, больше, да, господам из партии РПР Парнас, пройти и ознакомиться. Со своими же подписями? Со своими же подписями. Никто не подошел, никто не ознакомился, но это ладно. Вчера на рабочей группе тоже эти вопросы рассматривались. Мы рассматривали каждую подпись, каждую, там, не знаю, закорючку, запятую, все, что угодно было. Все, что они говорили, мы сидели тоже вчера четыре часа выше. Насколько я знаю, сегодня говорили, что любые спорные моменты трактовались в пользу партии. Это правило, которое безукоризненно исполняется в Центре избиркома, потому что в избиркоме региональном всегда трактуется по-разному. Но в Центре избирком, если они дошли до нас, и это правильно, когда идут не в суд сразу, а идут к нам, но по иерархии сначала, а потом уже можно в суд обращаться. Ну, как везде, в принципе. Кстати, это запомните себе. В любом ведомстве всегда проще обращаться в вышестоящую инстанцию. Когда не добились ответа, лучше идти уже тогда в суд, но не сразу в суд идти, потому что судебное решение всегда опровергает все ваши шаги по вышестоящим инстанциям. Запомните. Вот. И когда мы вчера рассматривали, плюс те паспорта, которые они предоставили, 16, ну, они вчера нам 12 предоставили, сегодня говорили, что 16, из них 4 было ошибочных. Вот. И сегодня об этом Даниленко наш коллега говорил, Сергей Андреевич. Было много, в общем, проблем, вот, и сейчас скажу о ФСБ. Когда вчера сказали, что привлекли экспертов ФСБ в рамках рабочей группы, это был вообще прецедент, когда, в принципе, с заседания рабочей группы ввелся прямой эфир. Ну, в Твиттере этот Роман Рубанов, в общем, глава ФБК, директор ФБК или как его там, вот. Он сказал вчера в Твиттере, что ради нас привлекли экспертов ФСБ. Каждая рабочая группа, поскольку я себя помню в церкви, это уже два года, я в рамках рабочей группы работаю с самого начала, потому что я юрист, меня сразу же привлекли. Вот, и мы каждый раз привлекаем экспертов ФСБ, МВД, Минюста. То есть это не был эксклюзивный прецедент? Конечно, я еще вчера в Этартасе даже, когда мне позвонили, я сказал, что это просто обычная практика. Но представьте себе, что нужно людям, им нужна сенсация, им нужен какой-то определенный всплеск эмоций, вот это вот какой-то ах. Вот ради этого они и боролись. Сегодня мы это увидели, да, когда три человека за 15 минут, как они предложили, как Михаил Михайлович Касьянов предложил, говорит, у нас будут выступать три человека. По пять минут. Понятно, что выступал из них один конкретно, вот этот Илья Юрьевич Жданов. Остальные двое, это вот Касьянов и Алексей Навальный, выступали лишь для того, чтобы поднять волну, распределить какие-то там точки, да, в средствах информации, на которые нужно опираться потом. И потом, когда они вышли из здания, наверное, не из здания, даже из зала заседания, выстроились там все эти средства информации, которые присутствовали в зале, и сказали, посмотрите на этих людей, кто был в зале заседания, в президиуме, это государственные преступники. Они сегодня уничтожили демократическую силу. Я так думаю, вот, я государственный преступник в кои-то веке, дожился, но потом выдохнул, пошел дальше в кабинет к себе и общался с молодыми нашими коллегами, там уже по развитию дальнейших проблем, отдохнул и понял, что в принципе быть государственным преступником, вот, в их понимании, да, это привилегия для настоящего патриота России. Но все-таки вот подписи типа Дарья Тимурович, вы гарантируете, что они действительно подтверждают, потому что у обычных пользователей, обычных граждан страны нет возможности посмотреть эти документы, потому что закон защищает персональные данные. Вы можете, как, не знаю, даже не как член страны избирательной комиссии, а как человек, который... Я как член рабочей группы. Как гражданин России, гарантирует. Как гражданин России, как член Центрочеркома, могу гарантировать, что все, что сегодня звучало на заседании, открытом, которое транслировалось в интернет-трансляции, все, что звучало, это действительно правда. То есть Дарья Тимурович была занесена в добросовестной подписи? Это плюсанули к РПР Парнасу. Дарья Тимурович, это плюс к РПР Парнасу. Это их проблема теперь. Пусть они сами с ней разбираются. Это раз. Два. Очень большое количество подписей, которые были трактованы двояко, я повторюсь, сегодня мы об этом много-много раз говорили и в прямом эфире, и на СМИ, и просто в заседании. Все трактовались в пользу РПР Парнасу. Но самое важное, что должны вы учесть, коллеги и друзья, то, что изначально жалоба была подана для того лишь, чтобы просто устроить шоу. Это раз. И два. Те жалобы, вернее, не те жалобы, а те подписи, которые они обжалуют, они бы все равно, если бы даже мы их учли и рассмотрели бы и плюсанули к ним, они бы не набрали с учетом этих подписей того количества голосов, которое необходимо для регистрации списка избирателей РПР Парнасу в Сибирской области, как избирательного объединения, которое имеет право участвовать в выборах. Спасибо за комментарий. Если есть вопросы, можно, наверное, задать, и будем потихонечку заканчивать.